здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин и сегодня я хочу сделать вам выговор дорогие мои зрители просматривая статистику своего канала я увидел что только 25 процентов зрителей подписаны на мой канал а 75 смотрят без подписки а это форменный непорядок поэтому прямо сейчас нажимайте красненькую кнопочку подписаться и жмите колокольчик для оповещений если не хотите чтобы вас беспокоили лишние оповещения то колокольчик можно и не жать а подписаться просто необходимо и по организационным вопросам на сегодня все вы часто просите показать обзор моих сортов винограда у меня нет новинок на виноградники возможно буду исправлять этот недостаток но вот я показал недавно восторг которому было 8 лет кстати получилось около 30 килограмм с куста а сегодня я покажу плодоношение это будет первое плодоношение куста резомат и вот этот куст перед вами уже 24 августа вернее я показываю только один рукав по срокам созревания он в графике так что считаю нормировку провел удачно и побегами и соцветиями у меня двухплоскостная v-образная шпалера и я сформировал четыре рукава хотя вот там у головы куста пытаюсь получить еще и пятый рукав но это так на всякий случай на этом кусте предыдущие годы рост был не очень интенсивный вообще резомат хоть и относится к сильно рослым сортам но по сравнению с современными он значительно уступает в этом сейчас вам показываю два рукава этот ближний рукав здесь всего лишь три побега и на нем находится три грозди с другой стороны этой шпалеры находится еще один рукав там пять побегов и тоже пять гроздей если посмотреть в правую сторону туда уходят еще два рукава но там всего лишь находится пять гроздей и около девяти побегов и на тех двух рукавах которые уходят в правую сторону они там еще и перехлестнулись с соседним кустом талисмана там грозди небольшие в районе наверное 300 может быть 400 грамм и их там мало а вот с этой стороны где вам показываю здесь в районе 400 800 грамм наверно вес гроздей а вот с этой стороны у меня получается на два рукава восемь побегов и восемь гроздей и вот после такой моей нормировки количество побегов у меня все равно больше чем гроздей думаю что и вызревание и закладка почек на следующий год будет нормальной выращивая резомат нужно привыкнуть что соцветий будет всегда мало даже по два на побег это не слишком часто и перегрузка очень сильно влияет на их закладку поэтому особенно в первые годы я осторожничаю и стараюсь не грузить но зато можно получить нарядные грозди с прекрасной крупной ягодой кстати грозди этого сорта при условии их вызревания и что они будут хотя бы в таком состоянии довольно легко реализовать эта сторона западная здесь уже окрасился он получше а вот восточная сторона ну вот некоторые ягоды зеленые обычно я их конечно вырезаю ждать я не буду пока то ягода созреет ну вот ягоды так как это плодоношение только первое не очень большие но вот можете приблизительно посмотреть какая их величина я перешел на другую сторону и показываю второй рукав здесь грозди поменьше вот это но это в общем то нормальная вот это грозди вообще небольшая но кстати и побег тоже не очень мощный вызревание пока что идет не очень равномерное но вот этот побег например уже вызревает а вот эти поменьше немножко еще нет принципе может быть все таки есть небольшая перегрузка но я думаю что вот даже по срокам созревания и если сегодня 24 августа то будет достаточно времени чтобы вызрела и лоза и ягоды прошли дожди даже целая серия дождей но этот сорт пока не трескается хотя тоже не лишен этого недостатка и вот если можем посмотреть эту грозь то пока что ни одна ягода не треснула хотя вот с той стороны я замечал несколько ягод ну наверное может быть в районе двух трех уже есть треснутые но это не критично сейчас дождей вроде бы нет и треск должен прекратиться интересуется чем обраб теперь я хочу рассказать немного по обработкам в комментариях очень много виноградарей спрашивает чем обрабатывать виноград в момент созревания вопрос очень животрепещущий но я ничем не обрабатываю все обработки нужно провести до этого момента последняя на этом кусте было первого августа квадрисом и хотя защитное действие квадриса максимум 14 дней а прошло уже 24 но тем не менее нет пока и признаков заражения и хотя цвет ягоды уже приобрели и нет кислоты но нужно еще дней 5 наверное для хорошего вкуса и у меня получается 30 дней без обработок и заслуга в этом именно в профилактических обработках их было в этом году пять и это для резомата но конечно погода мне помогла а так бы еще одну нужно было бы добавить после того как срежу виноград с этого куста я обязательно проведу еще одну обработку и если в сентябре что-то там где-то прицепится то этого этих обработок будет достаточно чтобы пройти всю вегетацию без потерь я приобрел на всякий случай такой препарат хорус со сроком ожидания всего семь дней и планировал именно им обработать резомат но вижу что она эта обработка уже не понадобится для этого сорта если бы я весной или в начале лета пропустил бы какую-то обработку и допустил первичное заражение то ли милью то ли аидиумом которые я бы смог погасить затем то я уверен на сто процентов что сейчас состояние этого винограда было бы совсем другим конечно у меня виноградник рядом и мне не составляет труда проследить за ним труднее если это дача да еще и есть работа но все равно раз уж посадили виноград то следить и ухаживать за ним нужно перед вами листья абсолютно чистые и даже вот пасынки хотя вот на этом сорте пасынки не очень большие вернее листья на пасынках не очень большие но тем не менее вот по два листочка имеются и смотрите несмотря на то что это пасынки абсолютно чистые вот еще один лист вот тоже пасынки вот такой обзорчик у меня получился всего понемногу буду рад если кому понравился а с вами был юрий егорутин до скорой встречи до свидания пока а Продолжение следует... Продолжение следует...